Промышленность, строительство, инвестиции. Показатели основных отраслей экономики за первый квартал этого года оказались ниже, чем в прошлом году. Для того, чтобы сохранить и приумножить то, что регион имеет на сегодня, власти делают упор на индустриально-инновационное и инфраструктурное развитие, создание рабочих мест и действенную поддержку малого и среднего бизнеса. Это, в свою очередь, позволит не допустить сокращений и выполнить все социальные обязательства перед населением Ак-Тубе. Государственная программа индустриально-инновационного развития с 2010 года, введенными проектами карты индустриализации, произведена продукцией на сумму более 1,6 триллионов тенге. В том числе за три месяца текущего года 37,3 миллиарда тенге. Работа по привлечению инвестиций в регион является приоритетной и основной задачей. По малому и среднему бизнесу у нас отмечается рост на 2,4% количества действующих субъектов МСБ – 51,4 тысячи единиц. Для поддержки предпринимательства в этом году в рамках дорожной карты бизнеса 2020 выделяется чуть больше 4 миллиардов тенге. И еще 4,5 миллиарда на развитие сельского и молодежного предпринимательства. Отметим, что сегодня в сфере МСБ занято 30% от экономически активного населения. Это примерно 129 тысяч человек. Также, подчеркнул Биахметов, имеется потенциал и резервы в агропромышленном комплексе. Кстати, в сельском хозяйстве отмечается пусть незначительный, но все-таки рост производства 2%. Что касается расходов бюджета на 2016-й, то львиная его доля свыше 60% будет направлена на социальную сферу. На 2016-й год объем расходов составляет 178,2 миллиарда тенге. С учетом выделенных трансфертов и кредитов из республиканского бюджета Национального фонда Республики Казахстан на сумму 73,1 миллиард тенге. То есть 41% с ростом в 2015 году на 15% или на 23,6 миллиард тенге. Основное финансирование направлено на социальную сферу на сумму 109,8 миллиард тенге. Остановился зам Акима, курирующий вопросы экономики и на оптимизации расходов местной казны в условиях кризиса. Он отметил, что больше 800 автомобилей областных чиновников будут переведены на газовое топливо. Закуп авто и мебели будет приостановлен вообще, а котельные переведут на уголь. Асякин Жалин, Алексей Уразов, программа «Факт».